Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире передачи «Якутск. Сегодня». У микрофона я, редактор Мария Ким и мои коллеги Николай Слепцов-Айдын и Мария Сунхалырова. А у нас сегодня в гостях Евдокия Семёновна Иренсеева, ведущий редактор национальной издательской компании АЭР «Детский писатель». Севцева Мария Егоровна, заведующая детской библиотекой «Моя библиотека». И Оксана Геннадьевна Шарабулина, заведующая библиотекой «Зал семейного чтения» имени Гайдара. Как хорошо, да, Гайдара? Я так вспомнила сразу свое детство. И сегодня мы будем говорить о проблемах детского чтения. Я вот подготовила подводку, но перед тем, как мы начнем нашу передачу, я поняла, что эта подводка вообще к этой теме не подходит, потому что сейчас все индивидуально. Ага. И вот у Евдокии Семёновны я бы хотела узнать. Детское чтение, оно состоит из определенных возрастных категорий, да? Как оно разделяется и почему? По какой причине? Ну, я, наверное, не глядя ни на какую науку скажу, просто по своему ощущению, да. Вот когда ребёнок ознакомляется с азбукой и начинает читать по слогам сначала, потом очень бойко начинает читать, и вот в этот момент у ребёнка появляется тяга к чтению, тяга к познанию. И начинаются первые шаги, естественно, начинаются со сказок. А со сказкой ребёнок до этого уже знаком, потому что перед сном, ну, хоть родители, хоть один, два, пять, десять раз или всю жизнь этого ребёнка читали уже перед сном, да. Поэтому ребёнок проявляет интерес хороший. Начинается сказочный период. А в школе, в школе учителя начальных классов, они считают первый, второй, третий класс, это сказочный период. А дальше у них идёт чтение по интересам. Они присматриваются к любой литературе, мальчики более технические какие-то книжки, журналы просматривают, девочки более женственные какие-то, игры, развивающая литература. Вот это вот плюсуется. После этого только начинается. Вот это вот немного повзрослевшая литература для детей. Естественно, начиная со школьной программы, ребёнок уже сам себе дорогу находит. Кто-то больше читает, кто-то нет. Но при этом надо сказать, что мальчик, который очень много интересуется кораблестроением или конструкторов очень любит, читает по каким-то техническим понятиям, он всё равно время от времени может прибегнуть к сказкам. И оттуда уже черпать своё. Уже человек взрослеет, думает и пути, дороги сам себе подыскивает, ищет. Но я считаю, что самый читающий возраст – это всё-таки школьный возраст. Да, ну это потому что школьная программа. Да, обязательно чтение. И всё равно находишь время как-то находить какие-то интересные книги. И в школьном периоде обычно рассказывают девчонки особенно, да, ой, я где-то какое-то нашла такое элементарное стихотворение какое-то интересное было. Я там посмотрела это. Естественно, вот этот вот интерес имеет очень большой отклик у подружек и у мальчиков также. Они же разговаривают, общаются. А студенческие годы – это самый такой период, когда человек физически не может дать волю своим интересам. Там уже научная литература идёт, там обязательная литература, там погружение в своё образование идёт, да. А после, если женишься, выйдешь замуж, ну, с книгой сидят, наверное, очень малое количество людей, наверное. Говорят, пенсионный возраст очень хороший для чтения, для вообще разнообразного чтения, приобщения ко всему. Поэтому вот проблема чтения у детей, так и у взрослых, она была, есть и, наверное, будет всегда. Но там уже можно обогатить другими вопросами, уже более конкретно, что да как в каждом случае. Закия Семеновна, вы так интересно вообще всё-таки изложили, но из вот этого вот всего такого вот глобального, да, от рождения до старости, можно вывести только одну формулу, что всё начинается в семье. Начинается, а всё зависит от родителей, от мамы, папы. И вот у меня, Ксаня Геннадьевна, вопрос. Вы как заведующая семейной библиотекой, расскажите, пожалуйста, насколько актуально ваше учреждение, и сколько семей к вам приходит? Вот буквально несколько слов, анализ. Так, вначале я хочу подчеркнуть, что до 2022 года, прошу прощения, наша библиотека была детской библиотекой. То есть считалась она детской, на самом деле к нам приходили именно семьями. Мамы, папы, бабушки, дедушки приводили своих детей. И потом было принято решение, так как к нам приходят вот именно семьи, сделать зал семейного чтения имени Аркадия Петровича Гайдара. И это очень здорово, потому что действительно, как вы уже сказали, всё начинается с семьи. Как мы говорим, золотой ключик от читающего, успешного ребёнка лежит в кармане у каждого родителя. И именно от нас, от родителей, зависит, насколько успешным будет ребёнок. Приучим мы его читать, не приучим книгам этим. К сожалению, была такая тенденция, когда молодые родители, вот я подчёркиваю, именно молодые родители, да, они абсолютно не приучали детей к чтению, не показывали им книжки. Вот в том дошкольном возрасте, когда ребёнок как губка впитывает вот то, что мы им показываем, рассказываем, да, проявляет какую-то заинтересованность. А родителям было тогда проще дать гаджет в руки, пусть смотрит мультфильмы, пусть что-то там изучает, как они говорят. Мы даём им гаджет для того, чтобы они там, может, иностранный язык изучали. Но совершенно вот упускали тот момент, что ребёнок должен познавать именно книги, чтение вот этого, да. Потом, видимо, когда дети уже пошли в школу, эти молодые родители поняли, да, что вот этот пласт они упустили, к сожалению, да. Потому что от того, что ребёнок не читает, нет, он грамотный, он уже знает азбук, он уже там читает какие-то произведения, но у него выработалась функциональная неграмотность. Он читает текст, он не понимает иногда то, что от него, допустим, требуется на тех же самых контрольных заданиях, да, ВПР, они вот говорят сами учителя, что сложности здесь. Ребёнок читает задания, а он не может понять, что там в тексте от него требуется. Вот это вот и есть функциональная неграмотность. И поэтому очень хорошо, что сейчас родители, современные родители, они вот понимают, что они идут во главе, да, что вот именно от них зависит, будет ребёнок читать книги или нет. И это здорово, потому что сейчас вот именно такая положительная тенденция, когда в библиотеки стали приходить с семьями. Вот буквально на днях к нам пришли, несмотря на такой холод уже, да, нам-то кажется, ой, так резко похолодало, никто не будет приходить. Нет, к нам пришли выходной день, мама, папа и трое детей. И они не только что, не только выбрали книжки, они посидели, почитали, полистали. И я вижу, что вот мама, она, допустим, не просто так берёт с полки книгу, да, она сначала просматривает, вот понравится, не понравится ребёнку для каждого. Потому что у неё там детки-погодки, вот она для каждого ребёнка выбрала определённую литературу. Но опять-таки минус в том, что когда я предлагаю для взрослого чтение книги, они говорят, мы очень заняты, мы читаем книги вместе вот по вечерам, детям, допустим. Да, ну это тоже хорошо, потому что уже наблюдается семейное чтение. Ну, ваша библиотека, я так понимаю, очень актуальное учреждение на сегодняшний день, и морозы даже якутские никого не останавливают. Не останавливают, приходят, приходят и бабушки приводят своих внуков, потому что бабушки понимают, что, может, там родители очень заняты, и видят, что вот ребёнку требуется чтение, да, особенно когда задают по школьной программе, и поэтому уже за руку приводят своих внуков и говорят, мы хотим, чтобы они посещали библиотеки и контролируют этот процесс чтения. И сами тоже также очень хорошо читают. Своим примером они показывают. Вы знаете, хочу вот привести ещё такой пример, да, года два назад привёл вот так же за ручку папа своего ребёнка. Он зашёл, сказал, вот мой ребёнок совсем не хочет читать, отказывается от всех книг, и он на нас смотрит, на библиотекарей, как будто бы вот мы сейчас заставим этого ребёнка читать книги. А мы же можем только рекомендовать, мы можем показать, вот какие хорошие книги. И я так уже как бы ненавязчиво папе говорю, ну давайте вот для вас тоже что-нибудь подберём. А он сел так, говорит, нет, вот мне некогда, ребёнок пусть читает. И тогда мальчик подошёл, ему говорит, ага, какой хитрый, ты хочешь меня заставить, а сам не читаешь. Я потом папе так потихоньку говорю, вот видите, вот вам сам ребёнок говорит, что вы-то тоже должны быть читателем. Они просто привели ребёнка и ушли отсюда, с библиотеки, не выбрав ни одну книгу. Но вот ребёнок пристыдил своего родителя. Это показатель такой, что нам, родителям, нужно своим примером действительно показывать, что мы читаем, и дети тоже должны читать наши. А вот посещение детской библиотеки, Мария Егоровна, насколько оно актуально, и какой возраст там у вас преимущественно преобладает среди посещающих детей? Ну да, наша библиотека работает 1975 года. И она как была детской библиотекой, и сейчас тоже детская библиотека. И, конечно, у нас читатели даже, можно сказать, ноль плюс. Есть даже читатели двухлетние. Они вот тоже, как Оксана Геннадьевна говорила, приходят с семьями. И вот, например, мама говорит, дочка, давай выбирай сама. И она выбирает. И вот в два лет ребёнок уже сам выбирает книгу, какую она в тот раз прочитала, даже знает. Да, вот это мы уже прочитали. Вот так она даже, так бывает. Но преимущественно, конечно, в нашу библиотеку ходят младшие школьники, школьники среднего возраста и старшеклассники. Да, мы, наша библиотека уже много лет сотрудничает со школами близлежащими, да. И очень тесно работаем. Работа очень систематическая. И вот эта работа даёт нам плоды, я думаю. Потому что, когда с первого класса классом они ходят на библиотечные уроки, библиотечные мероприятия, каждую неделю ходят в библиотеку. И параллельно они берут домой, одалживают книгу с абонемента. На следующий раз они вот это сдают, другое берут. Вот такой процесс систематический уже даёт привычку детям приходить в библиотеку. Раз в библиотеку ребёнок приходит, он всё равно читает. Тем более сейчас очень много выпускается хороших книг, красивых, поступлений очень много. И пользуясь, конечно, случаем дорогих наших телезрителей и радиослушателей, мы приглашаем на наши библиотеки. Это централизованная библиотечная система состоит из 18 филиалов. И во всех наших филиалах сейчас в рамках республиканского проекта «Зима начинается с Якутии» у нас идёт акция «Снежный книгопад». Это книжные выставки новых книг. Так что я приглашаю всех в наши библиотеки. Вот, дорогие мои гости, расскажите, пожалуйста, проблема детского чтения, она всё-таки есть? Есть. 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 Конечно. Но это проблема не нашего же периода, да? Как мы уже до передачи буквально за несколько минут начала, мы говорили о том, что эта проблема, она существовала, она есть, была и, надеюсь, не будет. Потому что ведётся сейчас очень большая масштабная работа по приобщению детей. И вы такие, Семена, очень хорошо говорили, что когда я начала тут ссылаться на гаджеты, на телевизоры, на самом деле, вот вы очень как-то так правильные слова сказали, которые, наверное, нужно будет нашим радиослушателям и телевизорам. Гаджеты не помеха чтению на самом деле. Почему? Если родители дают гаджеты в руки детям, если они позволяют им сидеть сколько угодно, так естественную ребёнку это хорошо, он время проводит-то. Я хочу сказать, что любовь к чтению пробуждается только в семье. Только в семье. И самое интересное, самых первых сказок, когда родители читают ребёнку маленькому, да, ну, год, там, два года, три года активно читать, четыре-пять лет, да. И, конечно, есть мнение у многих, что если я эмоционально буду передавать эту сказку, ребёнок мой будет засчитываться произведениями. На самом деле. Но не всегда это идёт. Почему не идёт? Некоторые дети просят, читай нормально, читай хорошо, типа, тихо, спокойно читай. А некоторым нравится вот эти вот ролевые озвучивания всякими голосами родителя, да, некоторым это нравится. Почему так получается? А потому что порой мы, родители, особенно молодые, они не знают, какой ребёнок у них растёт. А у детей-то восприятие мира совершенно разное. Вот внимательно, пожалуйста, послушайте. Кто-то любит эмоциональные стороны, да, вот чтение по ролям, какие-то вот можно попугать, можно пожалеть, всё это вот голосом передавать, это они любят. А некоторые любят монотонную, монотонное чтение. Почему? Как раз те, которые воспринимают монотонное чтение, они домысливают, они фантазируют, они перед глазами ловят информацию, и они сами себе делают вот эту краску, картинку этой сказки. А у тех, кто это ещё не развелась, вот эта вот такая фантазия, они любят, они совершенно по-другому, больше на звуки, больше на голоса реагируют. Да почему? Потому что мы люди все разные. Кто-то визуал, кто-то аудиал, кто-то дигитал, кто-то киностейд. Вот эти психологические особенности детей, оказывается, родители должны знать. И вот, когда мы заставляем всех поголовно читать одну и ту же сказку, ну, кому-то не нравится, сидит, пинается, да, вообще не хочет читать. А кто-то в запой прямо очень любит читать. И при этом мы говорим, вот Маша читала, она очень хорошо, а вот Игорь, он не хотел, он плохой тип, он не хочет читать. А дело не в этом, он плохой и хороший. Дело-то не в Игоре. Да, дело не в этом, а просто дело в отличие и эмоциональном состоянии в психологической картине каждого ребёнка. Поэтому мы должны учитывать и должны закладывать любовь к чтению, хотя бы вот иметь дома конкретные какие-то книги. И сейчас я вот библиотекам вообще поражаюсь. Они очень много работают, конкретно с детьми. Вот в библиотеке Гайдара я видела, как библиотекари стали играть спектакль сами. Они ставят спектакли перечитателями маленькими детьми, которые в начальных классах учатся. Этим ещё они участвуют, конкретные дети ещё участвуют с тектом, с выступлением, да, приучают, как-то привлекают внимание. А в следующий раз наверняка дети сами это показывают, да. Вот сколько сейчас ввозится, на сколько готовеньком сейчас наши дети ходят, стараются там привить к себе любовь к чтению, да. А столько в домах не делается. Сколько делается за стены. Почему у многих, вот кто говорит гаджеты, они мешают. Раньше говорили телевизор, да, мешает. Нет, это вот по принципу, опять же, да, найти виноватого, нет, родители. Да, да, гаджеты, да. Ну вы не давайте детям-то. Я знаю несколько молодых семей, семья первая, четверо детей. В запой они читают дети. Гаджеты они позволяют вечером с девяти до десяти. Всё, один час. А до этого у них всё расписано. У кого школа, у кого садик, у кого лепка, у кого рисование. Всё у них распределено. А дети в этом не видят, чтобы их как-то ограничивали в чём-то. Зато за этот час они успевают свои любимые какие-то вот эти смотреть. И на этом всё. Стоп, десять часов они говорят, все кладут телефон и всё. Спору нет. И при этом старший сын, он по географии, по краеведению, вот олимпиадник, очень много читает, даже взрослый это себе не может позволить. Вторая, второй ребёнок, девочка, она тоже олимпиадница, очень много читает. Третья, казалось бы, мало читает, но она человек очень творческий. Она находит всё равно что-то. Вот именно дизайн, именно какой-то архитектурный какие-то особенности. Вот она зачитывается этим. Возможно, у неё сказок меньше, а вот этим она уже интересуется. А ребёнок, дошкольник, шесть лет, он уже давно читает. Умная собачка Соня. Прямо вот так вот держит и читает. И благодаря этой книжке не завели даже щенка по имени Соня. Поэтому всё зависит от семей, от родителей. Как поступят родители, так и пойдёт. Проблема детского чтения с нашего возраста она была. А раньше у нас книжек было мало в деревнях, да? Не все книги поступали, не все книги нам подходили. А позже разные причины. Мы сейчас перервёмся на рекламу, а потом продолжим наш разговор. Здравствуйте, в эфире передача «Якутск. Сегодня» мы продолжаем тему нашего разговора «Проблема детского чтения». Но я сейчас добавлю, наверное, не субъективно, а объективно о том... Вот из первой части, да, мы, допустим, я сама пришла к выводу тому, что проблемы в детском чтении нету. реальная проблема у нас, у взрослых. Потому что мы не умеем прививать наших детей к чтению. И вот, Евдокия Семёновна, вы так всё хорошо рассказали о том, что дети индивидуальны, это мы всё постараемся, как взрослые, под одну гребёнку всё грести. Но сотрудники библиотеки, они же тоже понимают, что это всё индивидуальный подход. И вот, Оксана Геннадьевна, расскажите, какие у вас мероприятия, исходя из личного опыта, может, есть у вас какой-то пример? Я хотела добавить вот к вопросу смартфона, да, то есть к проблемам, да. У меня был такой случай, это удобно, вот, допустим, читать с планшета, со смартфона, да, какие-то книги. Это очень удобно нам, родителям. У меня был период, когда я подсела на электронные книги. Это было так здорово, что не нужно из библиотеки нести толстые книги Эдуарда Успенского, а книг у него очень много же, да. И я читала вот эти вот книги, все именно произведения Успенского, «Детям перед сном» у нас так было принято. И мне так нравилось, я думаю, надо же, мы такие молодцы, каждый вечер мы какое-то новое произведение узнаём. Пока однажды вечером у меня ребёнок, когда уже прочитали, он так печально спросил у меня, «Мама, а когда мы будем читать нормальные книги?» Я так про себя удивилась, я говорю, «А это не нормальная книга была?» А он говорит, «Нет, когда мы будем листать книги?» Я потом поняла, что вот действительно, я хоть сама библиотекарь, но я, оказывается, допустила такой промах, когда вот перешла вот конкретно только на электронные книги, да. Но действительно было удобно, что я не носила вот эту тяжесть такую, да. А детям нужно было подержать в руках книгу, нужно было посмотреть эти картинки, полистать, да, всё это. И я потом уже, да, стала чередовать, что когда-то я читаю электронную книгу, и в основном уже пересели мы, получается, на наши традиционные бумажные, которые так нравятся детям. И хочу отметить, что вот я говорила про положительную тенденцию, когда у нас родители стали приводить, стали сами читать книги, да. Но когда разговариваешь с детьми, которые приходят в библиотеку, и спрашиваешь, «У вас же есть дома библиотека?» Многие говорят, что нет. Это так печально, да. Потому что, ну, да, книги сейчас дорогие, ну, может, не по карману, но некоторые, оказывается, молодые семьи говорят так, что в интерьере нет места для книги. В интерьере? Да. Да, вроде как у нас хороший ремонт, и куда мы будем ставить эти книги? Это вот уже со слов наших детей-читателей, да, что так происходит. И когда мы, допустим, вот даже приходит несколько детей, двое-трое, они зашли, посидели в библиотеке, чтобы они просто так не сидели, не играли, мы берём книжку. Вот давайте прочитаем с вами. Некоторые начинают отказываться, а когда им читаешь, вот, допустим, показывают, эту книгу я показываю даже взрослым. У нас на мероприятии был однажды папочка молодой, да, я говорю. Вот, очень поучительная история, когда вы можете, прочитав вот эту книгу, сделать не только сюрприз для мамы какой-то, да, не по календарным каким-то датам на 8 марта, там, на день матери, а вообще независимо от этой даты. В любой выходной день проснулись и сделали сюрприз для мамы. И читают детям и взрослым тоже, да, это произведение им так нравится. Потому что, как они, некоторые дети говорят, нам дома родители не читают. И они приходят, оказывается, к нам в библиотеку, чтобы мы с ними почитали. Пусть мы теряем какое-то наше рабочее время на чтение, это для малой группы, да. Но это же так хорошо, это так здорово, Зато какие эмоции? Да. Когда вот неорганизованная группа, допустим, не классом, не группа какая-то, а именно дети, которые бегали во дворе, забежали в библиотеку, чтобы послушать какое-то новое произведение. И мы читаем с ними иногда по ролям. Потом вот уже сказали, что у нас театры есть, да. Получается более 11 театров по нашей централизованной библиотечной системе. Это библиотеатры. У нас театр называется библиотеатр Чука и Гека, так как мы библиотека имени Гайдара. Делаем с детьми постановки, то есть прививаем любовь к чтению через именно театрализацию, через игры какие-то. Это тоже так интересно. А потом это у нас уже на протяжении более 10 лет по нашей ЦБС работает такой театр, да, то есть, ну, в каждой практически библиотеке. Занимаемся сами мы, библиотекари. Делаем какие-то там, значит, мастер-классы по актерскому мастерству, чтобы дети умели держаться на сцене. И заключительное мероприятие — это у нас фестиваль, когда ребята прямо вот как настоящие актеры выходят на сцену и показывают там свою постановку. И им это так нравится, потому что они действительно в этот момент себя чувствуют звёздами. Да, и целый театральный кружок же у вас. Да. И всё они играют, проносят через себя. Да. Это, конечно, работа такая колоссальная, потому что заниматься нужно очень хорошо. Действительно, надо научить ребёнка хорошо, громко, чётко говорить, потому что, ну, не все дети вот умеют выступать. Поэтому очень сейчас у нас вот востребованы книги автора Ирины Чесновой. Это вот одно только из них я принесла. Допустим, как стать уверенным, да, когда показываешь детям, рассказываешь какой-то отрывок из таких книг, они очень интересуются. Вот такие мотивационные книги по психологии сейчас очень востребованы как среди детей, так и среди родителей тоже. Ну, и я, наверное, должна добавить, что вот сегодня то, что вот библиотеки делают, театрализованные какие-то вот эти спектакли ставят, и я так удивилась. В 90-е годы это делали в семьях. Семьи дружили, и они ставили праздник, отмечали спектакли, собирались там по ролям, готовили костюмы шили. Это очень хорошее начало, да, при общении к литературе, к ролям. Со всех сторон у ребёнка и речь развивается, и умение держаться, умение подавать себя, ещё читать, так ещё творчеством заниматься, да. Но теперь этим больше занимаются, мне кажется, библиотекари. Я, поскольку представляю национальное издательство Аяр, хочу сказать, что у нас ежегодно издаётся очень много литературы, начиная с ноль возраста. Так, маленьким детям, чтобы развивать словарный запас, у нас очень много книг и на якутском, и на русском. Книги с окошками по темам. Лес, там, дорожные. Да, животные. Дорога, там, как себя вести, да, светофор, типа, да. Вот, к вниманию, допустим, азбука говорящая она. Да, можно, как говорится, на телефон скачать и услышать все стихи в исполнении артиста, допустим, да. А эти... А, ещё я должна сказать, что мы все знаем Карлсона. Мы любили... Ну, любили. Наша поколение тоже любило. У нас прекрасные мультики, да. Когда я премию получала в Стокгольме, и когда мы рвались в музей Астрид Клингренда, они сказали нам очень корректно, что её в Швеции особо-то не любят. Оказывается. Оказывается. Мы спрашиваем, почему. Они очень чётко сказали, то, что русские перевели её произведение «Малышек Карлсон», это успех перевода. А в оригинале вот это у нас не почитается в Швеции, потому что этот мальчик и Карлсон хорошему не учат. У них так принято. Поэтому «Малыш» и Карлсон в Швеции не котируются. И это, оказывается, у нас успех перевода. Очень красиво, хорошо подали. И вот это вот... Карлсон же много чему учит хорошему. На самом деле, да. Да, на плохом примере он учит правильно себя вести. Типа таких у нас очень много и переводных книг издаётся. Есть книги на якутском и на русском сразу. Есть переводные с русского, на якутский. И есть книги, которые имеют очень большой успех в России для русскоязычного населения. Эти книги можно приобрести у вас. Да, во всех магазинах. Книжных. Да, во всех книжных магазинах АР можно приобрести. И почитать в наших библиотеках. Да, обязательно. Потому что они тоже у нас есть. Все имеют. Очень много таких красивых тоже книг принесла. Я вот принесла с собой вот той нашей выставки новинок. Сейчас очень популярны серийные книги. Детям берут, читают. Для, например, младшего возраста. И для среднего возраста хорошо читают комиксы. Да, это комиксы. И вот поэтому я принесла тоже из выставки новых книг. А кто-то запрещает читать комиксы? Бывают родители? Бывают родители, да, комиксы читать. Но когда читают комиксы, у некоторых ребят наоборот развивается, мне кажется, воображение. И интерес к чтению. Интерес к чтению. Поэтому родители. Они уже домысливают или дорисуют, можно сказать. Вот поэтому комиксы тоже полезны. Уважаемые родители, не запрещайте своим детям читать комиксы. Как говорят специалисты, это очень полезно. Да, ни в коем случае не запрещайте. И, конечно же, разные энциклопедии, разные, да, например, вот переработка мусора. Актуальная тема. Актуальная тема, да. И доступно для детей языком, очень хорошо оформлено. И, конечно же, я принесла специально как работают деньги. Тоже это очень актуальный вопрос. Мы воспитываем финансовую грамотность уже с малых лет. У нас очень много проектов. Ну, очень хороший, большой проект финансики, да, по всей СБС. И, конечно же, этот проект мы добавляем книгами о финансах, например. И, конечно же, у нас в книжном фонде много краеведческой литературы. Мы большое внимание уделяем краеведческому, краеведческой литературе и как раз родному языку. И вот я принесла как раз тоже актуальное Санаджилла кинеге, где вы можете на якутском языке найти подарки, советы, даже игры, да, во время семейного праздника. Какие квесты можно провести. Вот это вот шикарная книга. Я сама из нее очень многому научилась. Хотя у меня дети взрослые очень-очень красивые. Тут очень много идей. Как снежинки. И, конечно же, мы все росли на сказках, да. И вот очень много сейчас сборников, которые выпускаются на двух языках. На русском и на якутском языках, да. Если ребенок не сможет на якутском языке, можно прочитать на русском языке с такими интересными иллюстрациями. Вот я рекомендую. И как бы дополняя тогда Марии Егоровну, хочу показать такую замечательную энциклопедию Якутск от А до Я. Да, к сожалению, вот когда мы проводим мероприятия по городу Якутску, ну, вообще вот у нас очень много краевических мероприятий, проектов много. Есть проект такой интересный, который так и называется, я иду по якутску. Дети наши абсолютно не знают свой город. Город, в котором мы живем. И я, когда провожу мероприятия, я всегда детям делаю такой акцент. Я говорю, вы, когда поедете куда-либо отдыхать, вас обязательно будут спрашивать. Расскажите о своем крае, в котором вы живете. Вы живете в уникальной республике. У нас вечный мир злота, у нас такие морозы. Что вы можете рассказать? Мало кто что знает. Потом я детям говорю, если приедут к вам друзья, даже, может, не с другой, допустим, республики, да, а с деревни, скажут, давай проведи нас по своему городу, расскажи, где что находится. Они не знают, не обращают внимания, оказывается, на наши памятные места, да. И был у меня такой случай, когда я проводила также мероприятие, ну и такой каверзный вопрос ребятам задаю, это ребята уже средний класс. Я говорю, вот у нас площадь Орджоникидзе, там стоит памятник. Памятник кому посвящен? Логика у детей, они смотрят на меня, говорят, ну раз площадь Орджоникидзе, значит, это памятник Орджоникидзе. Я говорю, нет, они... Ну мы же с него катаемся, мы знаем, что это памятник Орджоникидзе. И вот мы разработали такой интересный проект и работаем вот уже, получается, весь год, даже второй год мы работаем, да. За авторство я была. Да. Вот, кстати, не сказала, что эту энциклопедию сделали мои коллеги-библиотекари, да, в архивах работали, да, собирали всю информацию, тут достоверную информацию, допустим, сколько у нас площадей, когда какие библиотеки появились, кинотеатры, вот, допустим, это в алфавитном порядке расположено, я ребятам на мероприятиях показываю, вот здесь вот вся история нашего города. Можно прочитать, вот, открыть, допустим, на букву Т и про театр прочитать, какой театр самый у нас старейший в городе, да, не только в городе, а вообще по Якутии. Такая уникальная, интересная энциклопедия, которая есть только в наших библиотеках. И благодаря которому мы, и я сама могу очень много нового знать, несмотря на то, что написано на детское. На самом деле она полезна и для взрослых, потому что взрослые тоже мало интересуются историей города, да, поэтому вот наши проекты, наши мероприятия, они нацелены, вот, краеведческие, да, нацелены на то, чтобы как дети, так и взрослые, они узнали историю и города, и нашей республики, чтобы они знали о исторических личностях, да, а не только там, где находятся какие-то торговые центры. Торговые центры все хорошо знают. А вот, допустим, когда про театры спрашиваешь, да, вот они знают, что театр у нас здесь находится, как они говорят, Пушкина, и всё. А какое-то, вот, потом начинаешь, вот, допустим, историю, центральный кинотеатр хорошо знают, а когда говоришь, что его открыли в годы Великой Отечественной войны, и у них уже какой-то такой тоже интерес появляется. Ага, ничего себе, у нас оказывается такой старый театр. Вот какие-то такие интересные факты, когда вносишь во время мероприятий, когда показываешь книги не просто так, да, они очень интересуются. У меня бывали такие случаи, когда я провела, допустим, мероприятие в какой-то школе, не успеваю дойти до библиотеки, бежит ребёнок и говорит, вы сегодня книгу показывали, дайте мне её. Или там чуть ли не пытаются вырвать во время мероприятия, я хочу почитать. Это просто получается, мы библиотекари должны так раскрыть наше богатство, наши книжные фонды, чтобы пробудить вот этот интерес к чтению, к чтению книгам. Это вот наша такая прям задача основная. Я думаю, что мы библиотекари с этим справляемся. Ну, я вас дополню, да, в прошлом году к столетию нашей республики. Минуточку. Мы выпустили «Историю Якутии для детей» энциклопедию. Она есть у нас. Она, наверное, у вас есть. И вот автор этой энциклопедии Наталья Васильева сейчас, она проводит экскурсии по старому городу. Очень хорошие познавательные экскурсии, куда ходят родители со своими малышами и взрослые тоже. Это можно, да, можно поучаствовать в этой экскурсии. В библиотеке нашего города тоже проводят экскурсии. Но об этом мы уже не успели рассказать. Но я вам все равно хочу сказать. Вот наши 40 минут, они прям пролетели, как 5 минут, да, и спасибо большое за то, что вы к нам пришли, за то, что вы нам столько всего интересного рассказали. И из всего нашего разговора я могу вывести только одно, для того, что мы сейчас уходим отношения.